Девчонки так веселились на песне сердца. Я решил еще повеселить вас еще больше. Про пучки. Не хочет лайв делать. Сейчас вы повеселитесь еще больше. Песня тоже моя. Называется «Каратист». Я шел под вечер и увидел ножки. Я развернулся и рвану назад. Догнал тебя с проворством дикой кошки. И по привычке ухватил за... За руку, конечно, да. В ответ раздалась дикая кия. И зубки раскатились по дороге. Но понял я тогда, что ты моя, навек моя. И понял я тогда, вот это ноги. Ты прекрасна, как тигр, но близко. Не подпустишь мужчин-дураков. Террористка моя, каратистка. Роковая, слепая любовь. Эх, террористка моя, каратистка. Роковая, слепая любовь. На костылях, придя в спортивный зал. И ты с лихвой ломал кирпичи. Я пред тобой на колени встал. Ты даже не моргнула, хоть кричи. И собирая стекла от очков. И поправляя выбитую челюсть. Тебе сказал я, вытирая кровь. Любовь моя, пока дышу, надеюсь, напрочь порванный. Оба мениска. Некрасив я, горба без лубок. Террористка моя, каратистка. Роковая, слепая любовь. Эх, террористка моя, каратистка. Роковая, слепая любовь. Я брошу пить, ага, я сделаюсь смелее. Судой и самый завтра же займусь. Ты стоишь мне учителем этим, как я, сенсеем. Потом, когда я на тебе женюсь, Да я знаю, знаю, что пока тебе не пара. Но гадом буду, год пройдет. И я, блокируя свирепые удары, Услышу твое нежное кияж. Это была песня с другого диска, которая тоже у меня есть. Называется «Маленькие люди». Вот там в основном такие песни. Давайте я вам еще одну снять свою. Самую свою патриотичную песню. Тоже написанную. Она и эту патриотичную песню я долго-долго не пел. Написал ее. Дай бог памяти там. В 93-м году. Она мне казалась какой-то тупой. С тупым юмором. А потом на фестиваль в Америке, значит, 20 лет спустя, в 13-м году, меня попросил мой друг Петю Тетюник. Мне неизвестно, в наших кругах ее спеть. Там все попадали под стол. Вот американцы эту песню. Понимаете? Песня называется Песня о часовых поясах Да я ворожаться готов. Так мало, что стыдно признаться. Уже две недели крутейший запой. В мозгах по нулям, но в эфире. В Якутске говорят 18.00. А в Штатах всего лишь 4. И в нас просыпается гордость за нас. И мы наливаем по пятой. И пьем мы за то, что у нас через час Все равно будет больше, чем в штатах. Ведь в Иркутске 17.00 часов. А в Новосибирске 16.00. А в Лондоне че? Да я ворожаться готов. Так мало, что стыдно признаться. Мы здесь восседаем и ждем, когда всех Раздавито-россейская скука. А бывший мой кореш, мой бывший сосед Гуляет по Лондону, сволочь. Уехал и хренский. Не верь чудесам. В России не только оно. Ну, пускай здрасте, турно пахнет. Зато по часам. Мы их переглядали давно. Ведь в Иркутске, а, блядь, 17.00 часов. А в Новосибирске 17.00. А в Лондоне че? Да я ворожаться готов. Так мало, что стыдно признаться. И тут мой приятель, профессор один. Поднявший башку из салата. Да, рыгнул и признаться немного смутел. Сказал, дело вовсе не в штатах. И дело не в том, что будильник разбит. И даже не в выпитой водке. А в том, что пока ты здесь пьешь паразит. Уже 22 ночью год. И с глаз роковая скатилась слеза. И скатилась в речке под глазами. Пока мы в Европе могли показать. Нам чукчи. Уже показали. Апуджау и Высоцкого очень любят в Чехии. Реально. У нас. У нас. У нас в Чехии. В Брне. У нас. В Брне. Как написали? Пока вы в Брне, мне друг описал. Мы все. Я ему ответил, что значит не надо брать билеты в Брно, чтобы не чувствовать. И будь ты в Праге или в Москве. Ну, поверь мне, в голове. Понимаешь? В переводе нашего друга Милана Дворжика. Пожалуй, самый известный переводчик с русского на чешский. Он очень известный переводчик. Он перевел великолепный Евгений Онегин. Его брат Либер Дворжик. Либер Дворжик перевел. Он прозаический перевод делает. Он перевел Войну и мир. Так что не просто так вот. Переводчики. Либер Дворжик. Простщеленный котлень. Простщеленный котлень. Погласно. Погласно. Наши болестви. Неприцитал снадник не был. Кто еще живет? Погласно. Кто уже нет? Погласно. Кто еще живет, кто еще не послухает, кто уже не послухает мне. На завершу рука, смерть на близко, в душе взлетает, лава уже склажет. Кому пактопишем, крвий до письку, приезжает танец, тем нашим самим. Кому пактопишем, крвий до письку, приезжает танец, тем нашим самим. С пактопомарады, не нужно просто мать, телителе, мальдии се за все. Боячкове за все будут фасовать, оттерать веечные убитации. Боячкове за все будут фасовать, оттерать веечные убитации. Боячкова за все будет фасовать, 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 За вас погибнут дважды, Но потешались вы над ним, Ведь был солдат бумажный. Он был барат, могу не в дым, За вас погибнут дважды, Но потешались вы над ним, Ведь был солдат бумажный. Не доверяли вы ему Своих секретов важных, А почему, да потому, что был солдат бумажный. Был про вас паднул, Приправен, а гибал, че си хмиро, А вы сте сему спали, Же был я на папиро. Был про вас наше таймство, Ращ в вагсе, че хмиро, Но все про то, что се дит, Же был я на папиро. А он судьбу свою кляня, Не тихой жизни жаждал, И все просил, огня, огня, Забыв, что он бумажный. Огонь, ну что ж, иди, идешь, И он шагнул однажды, И так сгорел он не за горошек, Ведь был солдат бумажный. Клен на осуд, а розходнят, Жить не хотел в цизим сміру, Че был я на папиро, Так ки жди, че шагал, Шел до плавеного виру, Вшак марнят зкоцел на попел, Что был я на папиро. Субтитры создавал DimaTorzok На-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на Я хочу продолжить тему Акуджавы. Два кузнечика. Два кузнечика зелёных В траве, наступившись, сидят. Над ними синие туманы Во все стороны летят. Под ними красные цветочки И золотые лапухи. Два кузнечика зелёных Пишут белые стихи. Они пёшки макают, Облакают, облакают, Чтоб белые строчки было и надалеко. Их затылка дружно чешут, Каждой лапкой шевелит. Но заглядывать в работу, Но заглядывать в работу, Но заглядывать в работу Один другому не велит. К ним бежит букашка божья, Бедная барышень бежит. Но у них к любви и ласкам Что-то сердце не лежит. К ним и прочие соблазны Подбираются тихи, Но кузнечики не видят, Пишут белые стихи. Снег и пьёт жара их, Ночек мелкий ножничек кровет, Жар земной на повороте Отвратительно скрипит. Но меж летом и зимою, Между счастьем и бедой, Прорастает неизменно, Прорастает неизменно, Прорастает неизменно, Вещь и смысл работы и толь. И сквозь всякие обиды Пробивается в века. Хлеб, поэма, Жизнь, поэма, Венька, тополя, стата. Хлеб, поэма, Жизнь, поэма, Ветка, тополя, стата. Но кузнечики не видят, Пишут белые стихи. Но кузнечики не видят, Пишут белые стихи. Два кузнечика зелёных Пишут белые стихи. Два кузнечика зелёных Пишут белые стихи. Что происходит с нами, когда мы смотрим сны? А художник перосманий выходит из стены, Из рамок примитивных, из всякой суеты. И продает картень за порцию еды, что происходит с нами. Хубь его колени и насторожен взгляд, Но сытые олени с горденью обретят. Красотка Маргарита в траве густой лежит, А грудь ее открыта. Там родинка дрожит, что происходит с нами. И вся земля ликует, пирует и поет, А он ее рисует и Маргариту ждет. Он жизнь любил нескупо, как видно по всему. Но не хватило супа на всей земле. И в целом, что происходит с нами. И в целом, что происходит с нами. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ ПОЮТ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ ОТТ